Здравствуйте! Вы смотрите 5 канал в эфире новости в студии Вацлав Малицкий. О том, что произошло в Каннске в материалах моих коллег. Сейчас в начале выпуска коротко об основных темах на сегодня. Безусловно, это достаточно молодой праздник, но вместе с тем мы понимаем, что за такой короткий промежуток времени он стал одним из главных государственных праздников. Каннск вместе со всей страной отметил День России. 12 июня горожане увидели на площади праздничный концерт. 14-летние получали паспорта, а физкультурники – значки ГТО. Работы проведены были в очень большом объеме. Мы заменили порядка 140 метров. Третья магистраль – это 400-ка труба. Полностью сейчас закопали. Проводим сейчас планировочные работы, благоустроительные работы, чтобы жителям было удобно. Горячая вода снова в квартирах горожан. Но не во всех. Каннская ТЭС завершила ремонтные работы в срок, но часть населения все же окажется без услуги. Причина – неразрешенное финансовое противоречие энергетиков и города. Велопробег в честь 80-летия ГИБДД. Любители езды на велосипеде соревновались между собой в знании правил дорожного движения и в искусстве вождения двухколесным транспортом. И теперь обо всем подробнее. 12 июня жители нашей страны отметили самый молодой, но очень важный государственный праздник – День России. В минувшее воскресенье по всей стране проходили мероприятия для граждан всех возрастов. В том числе отпраздновали День России и в Канске. Праздничные гуляния развернулись на главной площади города. В торжественной обстановке юные граждане получили свой первый паспорт. Также в рамках празднования Дня России состоялось вручение знаков Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Сегодня День России приобретает все более патриотические черты и становится символом национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. И концерт на площади Коростелева был пронизан национальными мотивами и патриотизмом. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победы пламя, понимает Россия знамя. Также наша съемочная группа работала в этот день и в Краевом центре. В кульминационном костюмированном шествии приняли участие более двух тысяч человек. Главным атрибутом шествия стал 25-метровый флаг России, который пронесли в сердце колонны. Возглавил шествие губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. Колонну составили представители общественных организаций и политических сил, творческие коллективы Красноярска, представители спортивного сообщества, пожелавшие присоединиться к акции горожане. Безусловно, это достаточно молодой праздник, но вместе с тем мы понимаем, что за такой короткий промежуток времени он стал одним из главных государственных праздников. То, что сегодня достаточно большое количество людей, это говорит о его остребованности, о его актуальности. И еще раз хочу подчеркнуть, что именно здесь мы скреплены той главной идеей чувства патриотизма и любви к родине. Нас всех объединяет одна идеология. Сделать наш край, нашу страну великой и могучей державой. К другим темам. Сегодня Каннская ТЭЦ возобновляет подачу горячей воды после двух недель ремонтных работ. Включение происходит по заранее утвержденному графику. Правда, горячая вода поступит не во все квартиры. Часть потребителей получат воду после разрешения спорной ситуации между поставщиками услуги и администрацией города. О том, что на трассах горячего водоснабжения пройдут плановые ремонтные работы, Каннская ТЭЦ предупредила своих абонентов заранее. С конца мая и до сегодняшнего дня проводились ряд мероприятий по приведению в порядок сетей. А в некоторых местах произошла полная замена труб. Работы проведены были в очень большом объеме. Мы заменили порядка 140 метров. Третья магистраль – это 400-ка труба. Полностью сейчас закопали. Проводим сейчас планировочные работы, благоустроительные работы, чтобы жителям было удобно. У нас заменена часть сетей – 219 трубы по четвертой магистрали. Сегодня на первой магистрали еще практически закончены еще 180 метров. Горячая вода сегодня поступит в квартиры жителей левобережной части Каннска, в микрорайоны Северный, Второй Северный и в часть домов по улице 40 лет Октября. А вот северо-западный микрорайон, так же как МЖК и Солнечный, пока будут без горячего водоснабжения. Как поясняют энергетики, возникла ситуация со взаимным погашением долгов. Каннская ТЭЦ задолжала Каннскому электросеть сбыту порядка 20 миллионов, а электросеть сбыт не оплатил положенные 459 миллионов. Кроме того, на некоторых участках трассы обнаружились поломки, которые потребовали для исправления больше времени, чем ожидалось. Основные работы сделаны. Из 20 замечаний, которые были выявлены при опрессовке, осталось всего 5, и то это по одному дому. Я думаю, в течение недели этой мы должны все это устранить, и люди должны получить наше тепло. Сейчас ремонтные работы продолжаются в районе четвертой площадки. Более серьезная работа намечена в районе бывшего магазина «Турист». Здесь идет замена целого участка трассы. В Каннске с тяжелыми травмами доставлен в больницу двухлетний мальчик, выпавший из окна квартиры, расположенный на четвертом этаже. Инцидент произошел 11 июня, когда мать малыша оставила его в квартире с 20-летним братом. Предположив, что ребенок не сможет забраться на подоконник, молодой человек оставил кроху в помещении с открытым окном, а сам ушел в ванную комнату. «Подъехали сразу, буквально через полторы-две минуты, потому что здесь за углом дом, рядом со скорой. На траве лежал ребенок, уже окружающие подбежали, несколько человек, а может трое, может четверо. Ребенок плакал, стонал, ручками, ножками шевелил. Ну, как бы, видимо, все это болезненно. Его тут же сразу сделали укол, обезболившись с наркотиком, перенесли его в машину и доставили в приемный покой». Медиками были зафиксированы множественные ушибы внутренних органов и перелом бедра. В настоящее время состояние ребенка улучшилось. Он переведен из реанимации в отделение травматологии. На станции скорой помощи отмечают, что в летний период такие случаи происходят довольно часто. Открытый балкон или окно, невнимательность со стороны взрослых приводит к трагическим последствиям. Врачи призывают родителей быть более бдительными и следить за детьми. За неделю в Каннске зарегистрировано 27 ДТП. В результате столкновения автомобиля Renault Megane и Nissan Almera, произошедшего утром в субботу, были повреждены оба транспортных средства и электроопора. Случилось ДТП на регулируемом перекрестке улиц 30 лет в ЛКСМ и Кайтымской. Утром в 8 часов 10 минут. Автомобиль Renault двигался по 30 лет в ЛКСМ в направлении Московской. Nissan ехал по Кайтымской в направлении улицы Ленина. После столкновения водителя автомобиля Renault Megane потерял управление транспортным средством и допустил наезд на электроопору, находящуюся рядом с проезжей частью, справа от проезжей части улицы 30 лет в ЛКСМ. По факту происшествия проводится административное расследование. Сотрудники госавтоинспекции устанавливают точные причины ДТП. Сегодня состоялось прощание с Вероникой Эдуардовной и Эдуардом Эдуардовичем Клиперт. Отец и дочь много лет работали в системе здравоохранения Каннска. Вероника Эдуардовна с 2012 года возглавляла коллектив Каннского родильного дома. Эдуард Эдуардович работал в медицине города 33 года. Из жизни они ушли с разницей в один день. Вероника Эдуардовна Клиперт после окончания в 1987 году лечебного факультета Красноярского государственного медицинского института была направлена на работу в Каннскую ЦРБ, где начала с должности врача-терапевта. С 1989 года работала акушером-гинекологом в Каннском родильном доме. Четыре года назад была назначена главным врачом родильного дома. После реорганизации Каннского межрайонного родильного дома и Каннской межрайонной больницы назначена на должность заместителя главного врача по акушерско-гинекологической помощи. Коллеги запомнят Веронику Эдуардовну как грамотного специалиста, ответственного, внимательного, порядочного человека, знающего и любящего свое дело врача. Она всегда пользовалась уважением коллектива и пациентов. Эдуард Эдуардович Клиперт, 1936 года рождения, работал в системе здравоохранения Каннска 33 года. 15 из них в должности главного врача Каннской центральной районной больницы. 10 лет в должности главного врача в станции переливания крови города Каннска. Последние 8 лет работал заведующим кабинетом профилактики поликлиники номер 1. За время своего руководства старался внедрить все новое передовое в диагностике и лечении больных. Во многом благодаря ему значительно улучшилась материально-техническая база лечебных учреждений города. Выстроена единая система здравоохранения города и района. Организована Каннская центральная районная больница. Введен в эксплуатацию новый родильный дом. Терапевтический корпус ЦРБ. Ежегодно 14 июня отмечается Всемирный день донора крови. В этом году тема кампании «Кровь объединяет всех нас». В Красноярском крае стартовала череда мероприятий, посвященных этой дате. Праздничное настроение создали и в Каннском филиале Центра крови. Подробности у Татьяны Лисогор. Ежегодно в мире собирается около 108 миллионов донаций крови. Праздников, посвященных донорам, в календаре немало. Их основная цель – выразить благодарность людям, которые отдают частицу себя на благо других, и призвать новых людей в ряды доноров. Всемирный день донора крови отмечается сегодня, 14 июня. Эта дата приурочена ко дню рождения Карла Ланштейнера, австрийского врача и иммунолога, нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека. Медицина шагнула далеко вперед. Открыты группы крови, внедрены технологии получения и применения ее компонентов и препаратов. Однако, как и прежде, миллионы жизней спасают доноры. Именно эта цель около четырех лет назад привела Алексея в Центр крови. К сожалению, тогда спасти человека не успели. Но после этого мужчина решил, что будет помогать людям и сдавать кровь. Сдаю я его очень давно уже. Но решил, что надо помогать людям, потому что кровь. Еще никто не забрал. Переливание крови и продуктов крови позволяет ежегодно спасать миллионы человеческих жизней. С ее помощью можно продлить жизнь и улучшить ее качество для пациентов с состояниями, представляющими угрозу для жизни, и проводить сложные медицинские процедуры и хирургические операции. Переливание также играет жизненно важную роль в области охраны здоровья матери и ребенка и во время антропогенных и стихийных бедствий. Александр сдает кровь уже в десятый раз. Считает, что эта процедура полезна. Так он помогает нуждающимся в донорской крови людям и обновляет свою. Донорские акции проходят под лозунгом «Поделись жизнью, сдай кровь». В Каннске жизнью делятся сотни горожан, около 400 из них – почетные доноры. А помогают им в этом работники Центра крови, для которых праздник – это еще один рабочий день. Создаем праздничное настроение, поздравляем доноров, приглашаем, дополнительно звоним. Сегодня было очень много почетных доноров. Ну, в принципе, обычный рабочий день. Добавим, 30 июня служба крови Красноярского края отметит свой 80-летний юбилей. В Каннском центре крови пройдет праздничное мероприятие, где поздравят ветеранов и почетных доноров, благодаря которым в городе осуществляется процедура дарения крови. Татьяна Лисогор, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5 канал. После короткой рекламы мы продолжим выпуск. На очереди рассказ о новом номере нашей полезной газеты. Новости проекта «Выпускник-2016», уже идет СМС-голосование. Вас ждет репортаж о соревнованиях велосипедистов, организованных 80-летию ГИБДД. А также информация о том, чем увлекают детей в летних лагерях при школах. Не переключайтесь, оставайтесь на пятом. Телекомпания «Канск», 5 канал представляет. Антикризисный проект «Цена вопроса». В этом выпуске программы рассказ о магазине «Мебельный рай», где можно заказать любую корпусную мебель для дома и офиса. Шикарные кухонные гарнитуры и обеденные группы. Вместительные шкафы и гардеробные. Стильные детские. Также в «Мебельном рае» мы выяснили, сколько стоит мягкая мебель от лучших красноярских производителей. «Цена вопроса». Программа об антикризисных предложениях. Мы продолжаем выпуск. Завтра, 15 июня, выходит в свет очередной номер нашей полезной газеты. Один из центральных материалов посвящен судьбе Каннского международного видеофестиваля. Также вас ждут материалы на другие актуальные темы. Тренер футбольной команды «Гагаринец» Антон Свериденко отправляет мальчишек в Лондон на встречу с легендарным клубом «Арсенал». Этого права старший состав команды добился в честной борьбе на международном первенстве, повторив блестящий результат младшего состава «Гагаринца». Вода мутная, но не опасная. Краевое управление Роспотребнадзора опубликовало официальный ответ на жалобу относительно качества горячей воды, поступавшей в квартиры горожан в мае этого года. Отмечается, что есть серьезные отклонения от нормы, и за эти нарушения поставщиков услуги подвергнут штрафу. Также вас ждут полезные рубрики «Задай вопрос власти», «Здоровье» и «Кансбиография». Ищите на страницах полезные газеты, анонс мероприятий, программу Пятого канала, десятки выгодных вакансий и другую интересную информацию. Добавим, что издание, на страницах которого только интересная каждому жителю города и района информация, можно найти в организациях и учреждениях, торговых точках, а также в редакции Пятого канала. Читайте полезную газету, издание, которое мы делаем для вас и вместе с вами. Объявляем о возобновлении голосования за звание лучшего выпускника 2016 года. Неполадки с СМС-сервером устранены, и вы вновь можете отправлять сообщения в поддержку самого достойного, на ваш взгляд, участника. При этом ваши голоса, отправленные во время неполадок, уже учтены. Всего пришло 136 СМС-сообщений. Тройку лидеров на 15 часов сегодняшнего дня составили Кристина Неретина, выпускница гимназии номер один, у нее 19 голосов, Максим Морозов, выпускник 21-й школы, 22 голоса, а в отрыв на 10 баллов ушла Ксения Жеребор, выпускница 18-й школы, за нее проголосовали 33 человека. Стоит отметить, что некоторые сообщения приходят с ошибками, поэтому напоминаем о правилах голосования. Сообщение с текстом «Выпускник», «Пробел», номер участника необходимо отправить на номер 90-20. Добавим, что с одного номера можно отправлять неограниченное количество СМС. Дорожные полицейские организовали для жителей и гостей города велогонку за безопасность на дорогах, посвященную 80-летию госавтоинспекции. Увлекательное мероприятие, направленное на пропаганду здорового образа жизни и соблюдение правил дорожного движения, прошло 11 июня на улице Герцена в районе Соснового Бора. Ольга Ванеева расскажет подробности. На первую в Канске велогонку заявки подали 25 человек в возрасте от 14 лет и старше. Это, конечно, немного, отмечают организаторы, но добавляют, что это только начало. Конечно, хотелось бы, чтобы побольше было участников. Это вот самая первая велогонка, которая проводится в рамках 80-летия госавтоинспекции, образования соединения госавтоинспекции. Думаю, в следующий год будет намного больше участников, и намного больше призов. Своё желание поучаствовать в велогонке изъявили горожане, которые неравнодушны к здоровому образу жизни. А велосипед для них – помощник в поддержании хорошей физической формы. На старт выходили даже целыми семьями. Мы решили всей семьёй принять участие в этом мероприятии, потому что это отличный шанс показать себя, показать свою спортивную форму и стать ещё более спортивным. Замечательное мероприятие, замечательный день. Я так думаю, нужно за здоровый образ жизни. Мы всегда за, чтобы меньше курили, пили, а больше катались на велосипедах, занимались спортом. Сегодня хороший день, с праздником всех. На старте дорожные полицейские предложили участникам велогонки преодолеть более пяти с половиной километров маршрута и ответить на десять вопросов по правилам дорожного движения. Первыми с километрами велопробега и заданиями автоинспекторов справилась группа велосипедистов в возрасте 14-16 лет. Среди подростков с большим отрывом от соперников вперёд вырвался Павел Волошин. Сначала было как-то легко, там, с горки. Потом потяжелее, там, в горку, там, развернулся. Доехал до этого. Вопросы ответил, там, приехал. Какие были вопросы? Сложные? Нет? Можешь немножко перечислить? Ну, средние, там, в основном по обгонам, как обгонять, там, правильно, там, где парковаться можно. Ну, в общем, там, такого плана. Командаша. Внимание! На! После подростков за звание лучших посоревновались взрослые любители велоспорта. В этой группе победу одержал Максим Севков. Лучших велогонщиков дорожные полицейские наградили дипломами и памятными кубками. Абсолютным победителям достались скоростные велосипеды. Ольга Ванеева, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5 канал. Стать на некоторое время спасателем, поиграть в городки и поучаствовать в различных мастер-классах смогли сегодня дети, посещающие летнюю площадку в школе номер 6. Какие еще мероприятия для учеников города организовали педагоги на школьных площадках, расскажет Евгений Гамзюков. Проведение мастер-классов на различные темы в шестой школе стало уже традицией. Каждый первый день недели во время летних каникул организаторы школьной площадки приглашают представителей различных учреждений и организаций рассказать и показать, что-то новенькое ребятам. Сегодня здесь прошло мероприятие под названием «Дельфийские игры». Сегодня у нас картинг. Есть у нас площадка на картинг. Городки у нас есть. У нас есть тяжеловесы, которые показывают свой мастер-класс. Сегодня у нас представитель с ГАИ по правилам дорожного движения, потому что лето, нужно детей подготовить к этому. И сегодня к нам приехали служба спасателей, которая делится, как нужно себя вести на воде. Огромный интерес у ребят вызвал автомобиль МЧС, оборудованный специальными средствами спасения. Школьники смогли внимательно рассмотреть все оборудование и даже потрогать руками. Летний период. Говорим о безопасности, говорим о сохранности, о том, чтобы носили головные уборы, имели с собой чистую питьевую воду. Показываем то, что есть. Ребятам интересно, ребята заинтересованы. И тогда, когда мы спрашивали у них, есть ли у них какая-то мечта, один из них сказал, «Да, у меня теперь появилась мечта, я хочу стать спасателем». Мастер-класс спасателей был интересен не только мальчикам, но и девчонки принимали активное участие. Присутствующие на мероприятии спортсмены-тяжелоатлеты своим примером показывали, насколько важен в нашей жизни спорт и здоровый образ жизни. Прошедшее мероприятие, помимо развлекательного смысла, призвано научить детей чему-то новому, что могло бы пригодиться в повседневной жизни. А что интересного инспектор рассказывал? Он правила дорожного движения. А ты правила дорожного движения знаешь? Да. Соблюдаешь? Да. Ну расскажи, пожалуйста, как нужно переходить дорогу? По пешеходному переходу или по зебре. А в 18-й школе сегодня встречали гостей из других учебных учреждений города. Веселая театрализованная викторина на экологическую тему собрала дети из 3-й, 5-й школ и гимназии номер 1. Цель этого мероприятия – привить детей к любви к природе, чтобы дети сохраняли природу, берегли ее. Это, наверное, самая глобальная проблема, которая у нас сейчас существует, чтобы дети берегли природу. Сказочные герои в игровой форме учили детей беречь природу, а затем устроили игру, в процессе которой школьные команды отвечали на вопросы по сохранению природы и на знания родного края. Про разведение костров можешь что-нибудь рассказать? Да, когда если разводить, то нужно вокруг подставить кирпичи или что-нибудь, чтобы не сгорела земля, и вокруг, чтобы не начало сжечь все. Евгений Гамзюков, Сергей Молчанов, телекомпания «Канск», 5 канал. С 15 по 17 июня в Канске пройдет выставка продажа Илатанского приборного завода. У жителей нашего города есть возможность приобрести аппарат «Алмак-1» по сниженной цене. О том, какие проблемы здоровья решает «Алмак», узнаем в следующем сюжете. Роман Гавриленков, представитель приборного завода, знает о физиоприборах больше, чем многие из нас. Предлагаю провести вопрос, спросить красноярцев, что они обычно делают, когда их беспокоит боль в спине или в суставах. Обращаюсь к неврологу. Мази, намаживайся. Я как спасатель вещу на турнике. Есть такая хорошая штука на спину, 15 минут и все. А про такой прибор слышали что-нибудь? Да, слышала. А что можете про него сказать? Приходилось ли пользоваться? Сама лично я им ни разу не пользовалась, но знаю, что моя родственница использует его достаточно регулярно. Регулярно и в принципе довольна. Решила, пробовала. Пробовали? Пробовала. И? Ну, неплохо, но постоянно как-то некогда заниматься этим. Ну да, нужно находить время. Как показал опрос, некоторые красноярцы уже используют для себя физиолечение. А тем, кто еще не использует, рекомендуем к своему основному курсу добавить физиопроцедуры и не терпеть боль. С 15 по 17 июня приобретайте Алмак в аптеке номер 244 губернские аптеки по адресу улица 40 лет октября 44 и в аптеке номер 11 губернские аптеки по адресу улица Краснопартизанская 71. В Канске идут дожди. Осадки синоптики обещают, начиная со среды. В этот день уличные термометры покажут плюс 25. В темное время суток плюс 17 градусов. Небо будет пасмурным, ожидается сильный дождь и гроза. В четверг в Канске станет еще прохладнее. Ночью 15 градусов тепла, днем до плюс 22. Осадки ожидаются в течение всего дня. К пятницу немного распогодится, температура воздуха составит ночью плюс 13 градусов, днем до 22. Возможен небольшой дождь. В выходные дни в Канске также ожидаются дожди и грозы. В субботу и воскресенье в темное время суток столбики термометров будут достигать отметки в 14 градусов, а днем ожидается до 23 градусов тепла. В завершении выпуска подробный прогноз погоды на среду. Я же прощаюсь с вами и напоминаю, что своими новостями вы можете делиться с нами по телефону 235-65. А узнавать о происходящем не только в городе, но также в крае и стране можно на нашем сайте. www.5kanal.info С вами был Вацлав Малицкий. Всего доброго. До свидания. Читайте в свежем номере газеты «Каннские ведомости». В Канске началась летняя оздоровительная кампания для детей. Многострадальное общежитие номер 27 по улице 40 лет октября отремонтируют. Борьба с наркоманией, хроника непрерывной войны. Конкурс для выпускников «Золотые часы». Время писать сочинения любимому учителю. Читайте также. В помощь тем, кто собирается установить ребенка. Новости, погода, анонсы культурных событий. Репертуар Каннского драмтеатра и кинотеатра «Космос». И самая полная телевизионная программа, включающая программу телекомпании «Канск-5 канал». А также сканворд, анекдоты, гороскоп, объявления и реклама. Все это в газете «Каннские ведомости» издании, которому можно доверять. Здравствуйте, меня зовут Татьяна и сегодня я расскажу вам о погоде. 15 июня на нашей планете отмечается Всемирный день ветра. Цель его проведения привлечения внимания общественности к огромному потенциалу ветроэнергетики. По мнению экспертов, развитие этой сферы поможет разрешить большой ряд проблем не только энергетического, но и экономического, а также экологического характера. В частности, мир сможет преодолеть кризис глобального изменения климата. Спонсором прогноза погоды являются семечки удачные. Почему семечки удачные такие вкусные? Потому что согреты золотым солнцем, помыты тщательно и обжарены правильно. Семечки удачные с любовью и с Хакасией. Семечки удачные, вкусные и смачные. Отборные и чистые, обжаренные, золотистые. Семечки удачные. Настоящий вкус настоящих семечек. Спрашивайте в магазинах вашего города. 15 июня облачно, небольшой дождь, ветер юго-западный, 1-2 метра в секунду, атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба, температура ночью плюс 14, плюс 18, днем плюс 20, плюс 24. С вами была Татьяна Горань. Желаю вам отличного настроения в любую погоду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова